Александр, можно тебя отмечать? Да, да, да. Извини, что по-русски говорю. Ну, ты понимаешь? Угу. Ходит слух, что в Москве, в центре города открывается большой клуб, наверное, самый большой в мире, в Европе, клуб джиу-джитсу, ММА, единоборство. И все улики привели к тебе. Это правда? Это правда, и мы делаем ремонт сейчас, как вы видели. Музыка. 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 Отлично. Супер. Надо сказать, не зря я втирался в доверие к Александру Дедефари в Пятигорске. Честно. Эти спортсмены не бьют пиво, они просто портят закуску. Это не наше. Салют. Давай. И сейчас благополучно пробрался в Лудус Дом. Эта площадка называется Лудус Дом, а не Лудус База и не Автопос База. Здарова. Здарова. Что, тренировка закончилась? Первая, да. Сейчас вторая. Ты две тренировки теряешь? Сейчас нет, сегодня нет. Старый? Взрослый. Но это то же самое. Слушай, как называется это заведение сейчас? Лудус Дом. Что это Лудус Дом? Лудус Дом это наш флагман. Флагман, я имею в виду наш флагман. Это наш флагман. Потому что Лудус Дом это первый шаг для большого проекта. Через пять лет мы получим 10 гимов. Это первое. 10 гимов в Москве? Нет. В Москве три. И другие гимы вокруг России и вокруг мира. Это только один шаг. Ты... Да. Ты можешь ждать. Ты увидишь. Ты увидишь. В начале было интересно. Потому что в начале, когда я сказал что-то, люди сказали... Не. А теперь, когда я говорю, люди говорят... Нет. Давайте посмотрим. В начале. Мы, как мы поинтересуемся, поснимаем, как будет проходить процесс переоформления этого зала в Новый Лудус Дом. И возможно это будет интересным таким видео-учебником для тех, кто хочет быть успешным бизнесменом в спорте. В частности, в боевых искусствах, в бразильской лужице, в Луне. Ну... Ну... Наши двери... Были закрыты, когда вы приехали? Это открыт. Не только для вас. Для всех, кто приходит сюда, они могут идти и следить это день за день. По клиентам или просто посетителям. Они могут приехать, если они мне говорят и хотят дать тренировку, или что-то. Или посмотреть, как они сейчас, и какие-то трансформации, которые мы имеем в следующем 2 месяца. Потому что у нас есть предварительно для того, чтобы все готовы. Мы работаем 24 часа, как вы видите сегодня. И... И... Немного проблем мы имеем, что мы имеем слишком много проблем с клиентами, которые тренируются сейчас. Например. Сейчас мы закончим в локер-малке. Так что мы должны начать локер-малке, чтобы идти на шоу. Там или там. И так далее. После тренировки. Но люди понимают, что это для них лучше. А вот и признак ремонта. И это будет больше 2 месяца, пока все готово. Но вы... 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 Вы добрыны. Когда вы приехали. И я могу показать вам все. Или, если я не здесь, если я в школе. Моя staff может показать вам все. Потому что вы знаете, Лёша, я не думаю, что это хорошо, когда мы закрываем наши локер-малки. Потому что многие люди говорят, что мы не можем выйти, никто не может приехать. Потому что, когда вы закрываете наши локер-малки, люди не понимают, что есть внутри. Но вы также не понимаете, что есть внутри. Потому что, для меня, это ступид. Если у другого гима, или другие люди начнут делать что-то лучше, и так далее. Я не думаю, что это плохо. Я думаю, что это хорошо. Потому что это движет меня тяжело. И это хорошо. И это произошло в бразилии-жи-жи-тсу. Каждый день вы увидите новый гим. Вы поставите хорошую дошу, хорошую татами. Вы начнете работать с этим. И это хорошо. Потому что у нас нет статус-копа. Все будет поддерживать друг друга. И это зависит от того, как эта конкуренция будет принимать. Если она будет принимать в качестве здорового, это прекрасно. Это очень хорошо для всех спортсменов. И это как я вижу. Так что вы получили. Не только вы. Если кто-то приходит сюда и скажет, «Я бы хотел сделать что-то подобное. Потому что если вы, если вы, один км от вас, то я вам покажу все же. Знаете почему? Потому что если он открыт, то они могут поддерживать меня на то, чтобы сделать меня. И так далее. Такой я вижу. Я понимаю, что не каждый этот вид вид. И так, что вы добрыны. И если кто-то и кто-то хочет приехать и проверить, как это происходит, то вы добрыны. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, где здесь ремонт проходит? Где ремонт проходит, по сути? По большому счету нам обещали грандиозный ремонт Первое, что бросается в глаза Вернее, наверное, даже ничего не бросается Фишка вся в том, что ничего в глаза не бросается Зона, где проходят ремонтные работы, мной пока не обнаружено Ну, это, конечно, может быть моя невнимательность А может быть скромность От тебя его спрятали просто Знали, что приедет, все попрятали Сейчас полазим по всяким закуткам И посмотрим, что здесь происходит И что из этого может получиться Оу, а вот, пожалуй, и первые признаки Разрухи Как вы думаете, сколько нужно работников, чтобы работать в достаточно просторном помещении? Один Похоже, я куда-то влез без спроса в какой-то тайный уголок Судя по всему, ремонт здесь делают морские пехотинцы Мы нашли секрет Документы Сметы среди этих секретных документов не оказалось Ты вообще не местный, мимо проходил Смотри, это работает вот так Смотри, это работает вот так Деда смотрит наше видео на русском языке Ему переводят, ему нравится Да? Да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!